Привет друзья! Как часто партии матча на первенство мира завершается поражение в 17 ходов? Первый вопрос, который задает себе шахматист, который впервые посмотрел поединок Ананд Гельфанд. Итак, 2012 год, восьмая партия матча на первенство мира, Ананд играет белыми и отправляет в бой ферзевую пешку. Борис развивает коня, белый захватывает центр, черный фианкетирует слона на большую диагональ и Ананд применяет вариант антигрюнфельда. Смысл его заключается в том, что в случае продвижения d5 белый меняется в центре доски, а затем нападает на коня, и у черных нет размена на поле c3. А мы с вами знаем из классической теории, что при пространственном преимуществе противника выгодно менять фигуры. Так что Гельфанд в партии отказывается от игры в духе защиты грюнфельда в пользу продвижения c5 подрывая центр. Удивителен уже дебютный выбор претендента. Гельфанду накануне удалось одержать победу, эта партия одновременно стала первой результативной в матче. В такой ситуации не каждый изберет столь острое и динамичное начало, предпочитая более надежный дебют, написал в комментариях Владимир Тукмаков. Ну что ж, индийский гроссмейстер захватывает пространство, черный играет d6, белый устанавливает еще одного пехотинца в центр доски, Гельфанд фианкетирует слона на большую дорогу, а Нант играет конь e2. Довольно редкое продолжение, сыгранное скорее всего с целью избежать домашней подготовки. После рокировки в короткую сторону, конь направляется на ферзевый фланг. После хода слон e3, второй может выйти на d2, либо даже на поле a3. В ответ на это Борис Гельфанд делает провокационный ход конь h5, выманивая на себя вражеские пешки с целью вызвать ослабление в позиции неприятеля. Но здесь непонятно, что больше ослабляется белый король, либо развивается атака на вражеского монарха. Вот и Нант в партии не смог найти ответ на этот вопрос, поэтому сыграл более скромно слон g5. Гельфанд предлагает размен хаботастых друзей, которые в большинстве случаев прибудут к ослаблению королевской резиденции черных, поскольку устраняется главный защитник слабых черных полей. Но после данной обменной операции, черные получают полуоткрытую линию и возможность подорвать центральную пешку белых. Тем временем Нант защищает поле f4 и начинает прощупывать слабые черные поля. Гельфанд подрывает центр, белый пробивает на поле f5. Поскольку центр заперт, Нант готов уйти королем на d1 в случае шахов. После взятия на f5 Нант играет g4, это двойной удар, здесь лучше всего было поменяться на b1 и отойти конем на g7. Да, белый развивает опасную атаку на королевском фланге, но и у черных есть своя контр-игра против необеспеченного вражеского монарха. Но в партии Борис решил дать промежуточный шаг с полей e8. Под прикрытием зацементированного центра король спокойно разгуливает в Вишневом саду, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. Но здесь уже приходится меняться на поле b1 и вновь заслуживал внимания ход конь g7. Получается примерно та же ситуация, белый развивает атаку на королевском фланге, черный пытается контратаковать в центре доски. Но вместо этого Борис в партии сделал еще один промежуточный ход ферзи f6, возлагая свои надежды на двойной удар. Анант пробивает на поле h5, черный забирает на f3 и после отступления короля съедает ладью. И я вам предлагаю сейчас поставить видео на паузу и самостоятельно найти, каким образом Виши Анант опроверг замысел противника. Итак, я надеюсь вы справились с данной задачей. После хода ферзя f2 черный королева попадает в капкан. Угрожает ход слона h3, слон e2 или в крайнем случае слон d3. И уже на 17 ходу Борис Гельфанд признал себя побежденным. У черных безусловно была возможность спасти ферзя прыжком коня на поле c6 с идеей конь d4 и дальше выйти ферзем на f3. Хотя в этой ситуации белый пробивает на поле c6. Условно на доске материальное равенство. За две фигуры черный имеет ладью и две пешки. Но беда в том, что белый развивает решающую атаку на королевском фланге по слабым черным полям. Ну допустим ладья e5, белый нападает на пункт f7 и на оборонительное ферзь e8 играет конь d5. Здесь черному королю едва ли удастся спастись. Таким образом уже на 17 ходу Борис Гельфанд сдался. Ну и давайте проведем небольшую викторину. Напишите в комментариях, знаете ли вы случаи сдачи партии в матче на первенство мира до 20 хода. Посмотрим кто в нашем сообществе самый эрудированный. Не забудьте также впендюрить лайк этому ролику, поделиться видео с друзьями, потому что шахматы это круто.